Не выше 20 метров. Это предельная высота зданий в самом сердце Краснодара, вдоль бульвара на Красной с прилегающими кварталами. На краевом градсовете показывают схему. Оранжевом обозначены участки, где можно возводить дома до 35 метров. Это улица Буденного, Кирова и Кубанская набережная. А вот в районах Ставропольской, Маяковского и первой линии поймы реки Кубань здания не будут превышать 55 метров. Это около 20 этажей. Голубая зона для высоток до 65 метров. Все эти правила должны учитываться при реконструкции старых жилых кварталов, которые сами горожане сегодня называют Шанхаем. Обращает внимание Вениамин Кондратьев на еще одну проблему. Те наши старенькие домики, в которых живут краснодарцы, в том числе и в исторической части, нужно расселять, нужно решать, но не за счет точной застройки, а только за счет комплексной. Сегодня бизнес, строительный бизнес, он должен не с властью договариваться, а друг с другом. Они должны объединяться тогда между собой, расселять квартал и комплексно его застраивать. Вот только так. А не так урвал 10 соток, и я его сейчас там засвою или застрою. Вот так не пойдет. Тогда и не будет этой комплексной застройки никогда. Еще одно нововведение для кубанской столицы – принцип девяти кварталов. То есть при застройке одного нужно учитывать еще восемь близлежащих. Например, какие дома или памятники там уже стоят и будут ли новостройки с ними гармонировать. При этом регламентирована должна быть высота и архитектурный вид будущих зданий. В чем смысл? Делаем вот этот квартал, но одновременно обязаны рассмотреть еще восемь, которые по периметру. Вот тот самый принцип ансамбля, архитектурной проработки – это ноу-хау, который Краснодар предлагает. А именно наша застройка историческая квартальная к этому нас и подвигла. Давайте посмотрим, а что же у нас на прилегающий квартал, а сколько там памятников, а как будет восприниматься эта этажность, а как видовые точки, а какие объекты обслуживания нужно разместить. По итогам работы до конца текущего года будут установлены требования к разработке градостроительных регламентов на данную территорию с учетом регулирования и ограничения этажности, регламентации цветового решения объектов, на основании чего будут разработаны и утверждены градостроительные регламенты. То есть мы пошли дальше, мы уже говорим не только об этажности, а действительно и о цветовых решениях, архитектурных решениях, о которых необходимо сегодня заострять внимание. Немаловажно определить, на каком расстоянии, например, от памятников архитектуры можно начинать стройку. Это так называемая охранная зона. Сегодня экспертизу проводят организации в основном по заказу самих застройщиков. Зачем мы цельсия пандемии? Ну какая там может быть объективность? Ну эксперты с коллегиными фирмами, по большому счету. Ну они получают лицензию, во-первых, Министерство культурной федерации, и за каждый проект отчитываются. Если какие-то из их проектов не пройдут ни публичные слушания, ни экспертиза, если будет оспорено, то они могут отозвать лицензию, такие фирмы не будут работать. Коллеги, давайте сегодня обманывать, у нас общественные слушания хоть когда-нибудь нормально вообще проходили. Можем создать государственное учреждение? Можем. За что сдать? До конца года благоустроить в Краснодаре должны пять зеленых зон и восемь крупных живых массивов. В их числе площади возле кинотеатра «Болгария» и перед Екатерининским залом, Вишняковский сквер и бульвар «Дальний». Чтобы успеть к сроку, работу там нужно начать хотя бы в сентябре. Благоустройство краевой столицы. На это выделено практически 811 миллионов. И к концу года мы должны уже увидеть результат. Это же благоустройство городской среды. Благоустройство там, где непосредственно живут люди. Вы диалог с людьми еще должны наладить. Вы их мнение спросите. Это преступная медлительность, которая, по большому счету, не может ничем быть оправдана. Все предложенные решения участники городсовета поддержали. В частности, был одобрен регламент высотности. Власть должна врыбать правила застройки Краснодара, и исторического центра в том числе. И застройщики просто должны следовать этим правилам. Вот именно следовать, а не играть по правилам. Но прежде чем официально утвердить все эти правила, их вынесут на публичные слушания. И только после того, как свое согласие дадут краснодарцы, нововведения будут окончательно приняты. Мария Крошина, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.